начнем глубоко уважаемые гости и коллеги тема сегодня меня зовут колокол александр михалыч и большинство здесь мне люди знакомые вот ну кто не знает представляюсь тема сегодняшней лекции славянский памятник на территории тульских засек загадка снецкого городища в качестве эпиграфа к данной лекции я выбрал из речения одного из моих любимых литературных персонажев сыщика агюста дюпена персонажа эдгарова алана по я не раз замечал что поисках истины логика нащупает свой путь по отклонениям от обычного и заурядного на мой взгляд это цитата подходит здесь наилучшим образом потому что памятник археология который мы будем говорить он действительно во многих отношениях очень сильно отклоняется от того обычного и заурядного чем то что мы ожидали увидеть когда собственно убивали разметочные колышки будущего раскопа на нем в не так далеком 2008 году ну прежде чем говорить об этом замечательном памятнике потому что если мы о чем говорим сразу мы ничего о нем не поймем давайте так пару слов пробежимся вспомним освежим в памяти общую этнокультурную археологическую историческую обстановку которая существовала на территории нашего региона во времена существования этого замечательного памятника просто свои лекции я уже все это освещал более детально но это было давно так пару слов речь у нас пойдет о рубеже первого и второго тысячелетия нашей эры что здесь происходило в эту эпоху территория верхнего поочья и вообще узко-донского водораздела в тот момент занимали носители так называемой роменской археологической культуры которая традиционно отрождествляется с славянами кроме кроме утром кроме роменской археологической культуры он территории верхней оки она существует также ее скажем так метрополия на территории днепровского левобережья и на территории верхнего падания кроме непосредственно славянских памятников в данную эпоху на территории нашего региона существовали глубоко в лесах на мелких причем речушках и притоках крупных рек доживали свой век остатки носители мощенской культуры это балтские племена которых на прошлой лекции рассказывал мой коллега алексей михалыч воронцов кроме того вместе с носителями роменской археологической культуры славянами на эту землю в территории днепровского левобережья переселились небольшой процент населения волынцевской археологической культуры которые традиционно связываются с алана болгарским населением исследователями ну а это население оно и на территории днепровского левобережья на территории подонья существует параллельно с славянским населением составляет обычно около 10 процентов на поселениях сюда есть волынский материал ну то есть это часть населения традиционно эмигрировала с славянами собственный наш регион и весь этот такой археолого этнический компот он находился под патронатом хазарского каганата это было население под вассальное хазаром большое количество вещей хазарских находится на славянских памятниках на территории нашего региона встречаются отдельные находки скандинавских вещей ну находки бескомплексные в основном и говорить о каком-то присутствии скандинавского населения было бы неправомерно это так следы какой-то культурной интеграции вещевого обмена каким же образом в конце восьмого начала девятого века на нашей территории появилось это самое славянское население опять же традиционно исследователями связываются появление здесь славянского населения с функционированием участка верхнеокского участка домского торгового пути при помощи которого собственно хазарский каганат вел торговлю с севером и для того чтобы всю эту довольно сложную инфраструктуру торгового пути обслуживать сюда было переселено часть славянского населения с территории днепровского левобережья посажены на эти земли и они осуществляли под административным контролем хазар осуществляли обслуживание вот этого самого торгового пути а торговый путь торговый путь очень хорошо маркируют выпадение кладов арабского серебра на основных водных артериях об этом в прошлом году читал лекцию мой коллега евгений олег володин она выложена в записи можете посмотреть ознакомиться с этим подробней и находки довольно тоже часто весовых инструментов гирьки весы тоже свидетельствует о достаточно широкой торговли нашем регионе поселения славянские на нашей территории представляют из себя в основном поселение не укрепленные это открытое селища по берегам крупных рек упа шат ака которые собственно вот и обслуживали проплывающих по этим рекам купцов единственный в общем-то памятник который является в какой-то мере укрепленным это городище супруты памятник раннего периода но собственных укреплений славянских городище не имеет на нем славяне жили завалом который остался от разрушенных укреплений предыдущей эпохи которые создали собственно носители мощенской культуры это вполне объяснимая логичная ситуация потому что славянское население здесь существовало под патронатом достаточно сильного хозяина который гарантировал им безопасность от любого рода вторжений и разумеется строить собственные городища собственные укрепленные поселения им бы никто не позволил ну как бы от кого обороняться кроме собственных скажем так патронов и городище супруты тому не исключение это в основном вот не укрепленные поселения но в один прекрасный момент влиятельный патрон своих вассалов не защитил и предположительно в конце девятого начале десятого века происходит супрутская резня так называемая такой организм можно сказать профессиональный когда данная территория в ходе военного вторжения не обезлюдивает городище супрута на котором предположительно находилась административная верхушка и некоторый военный контингент который контролировал деятельность всего этого региона поселение сожжено жившие на нем перебиты вот кстати один из костяков это была юная девушка она жительница вот этого самого поселения она была убита в ходе этого военного нашествия это раскопки 2002 года по моему на ней был полный набор все украшения цепочка бронзовая и у сожалению она не представлена сейчас находится фондах мне не далось оттуда вытащить бусина костяная пуговица и в районе печени у нее был обнаружен нож которым собственно ее и убили и таким образом после вот этого разгрома который прекрасно фиксируется на этом поселении жизнь в нашем регионе замирает и торговый путь фактически свое существование прекращает и начинается новый этап существования славянского населения на данной территории и памятники славянские тульских засек о которых мы собственно сегодня с вами говорим они являются достаточно ярким примером вот этого самого существования после этого разгрома на настоящий момент на территории тульских засек известно немного славянских памятников места это по причине той что они достаточно трудно проходимы и мало трудны для исследования исследованы настоящий момент слабо но все-таки разведки там проводились и некоторые памятники там известны ну во-первых на территории тульских засек значительного леса находится уже упоминаемый нами городище супруты вот о нем уже мы только что сказали и о нем написано и сказано достаточно много мы не будем подробно на нем останавливаться а вот городище городище снедка о котором у нас с вами далее пойдет речь находится на территории тульских засек на территории тульский засек находится тризновский курганный комплекс славянский который был практически полностью раскопан еще в середине век софья андреевна изюмовой поселение тризнова неподалеку и комплекс поселений поселение 3 у деревни кирилловка поселение 5 у деревни лужки поселение 1 у деревни лужки поселение 2 у деревни дениса и упселение 1 деревни денисова в общем-то комплекс это я так сказал громко эти памятники они друг от друга находятся достаточно далеко и никакого единого комплекса они не образуют но их все объединяет одно одна очень важная характеристика они все находятся вне системы торгового пути если памятники предыдущего периода которые существовали до супрусского разгрома они все включены торговый путь и собственно существуют непосредственно его близости и для поддержания его жизни эти памятники нет косвенно о том что они не являются памятниками раннего периода говорит о том что на всех них очень большой процент подъемного материала а известно не только по разведкам подъемного материала составляет ранний круговая керамика что собственно свидетельствует о том что да они пережили вот это тяжелое время оправились какое-то время существовали и уже собственно осваивали производство гончарной посуды ранний круг у них появился но это все поселение открытое селище памятник же которому нас сегодня пойдет речь представляет из себя поселение укрепленное я говорил да что на этой территории славяне укрепленных поселений собственных не строили ну так вот это поселение как раз является городище снегка тем самым доподлинно славянским укрепленным поселением городище снегка по бумажке из экономии времени зачитаю сухие метрические данные городе расположен на левом берегу реки снегка правого притока реки упа в 900 метрах к северу от деревни и к полутору километрам к западу от села павловского занимает мыс образованной долины речки двумя глубокими лощинами высота площадки городище 35 45 метров площадь около 3 гектара с востока ограничено дугообразным валом и рвом высота вала постоянно на сегодняшний день метр 85 ширина у подошвы 10 метров глубина рва до трех метров ширина около пяти метров это вот так чтобы просто представляли что из себя данный городе представляет ну вот его графический план космоснимо где она находится и карта где она приблизительно расположенного тула калуга недалеко от города адоев располагается это замечательное городище известно оно было еще с начала 20 века 1939 году его исследовал наш коллега дарар 54 году софья андреевна изюмова производила шурфовку на этом городище и зачистку разрушения вала шурфе она описывает мощный слой перегноя наличие костей животных и керамики роменского облика забегая вперед скажу что мы с моим коллегой михаал борисовичем коныревом это шурф нашли потому что он не был засыпан раскопали его вновь и никакого слоя перегноя там не нашли никакого слоя перегноя не нашли мы зачистили стенки слой от слой остального городич не отличался и понят никаких находок мы там тоже не обнаружили но софья андреевна зачистила разрушение вала и обнаружил там тоже собственно вот материалы славянского облика с этого времени она уже фигурирует во всех научной документации как городище славянское непосредственно славянскими укреплениями в 1996 году его состояние осматривал александр владимирович шеков в 2005 году алексей михайлович воронцов вместе с рисом вадим чем григорьевым которым сегодня еще пойдет речь вновь вышли на это городище и заново зачистили тот самый то самое обнажение вала обнаружили там кстати фотографии этой замечательной разведки обнаружили там развал славянского горшка и выяснили ориентировочную стратеграфию укреплений этого замечательного поселения в 2008 году на городище снегка была осуществлена полномасштабная экспедиция под руководством александра вадимовича григорьева где был осуществлен разрез вала полноценный захватом части площадки городище вы в этой экспедиции участвовали я ваш покорный слуга и мой коллега михаол борис конырев ну в общем то это то что об этом поселении известно так в общем ну а дальше собственно какие же с этим поселением связаны заявленные загадки загадка первая еще до того как собственно она подверглась раскопка почему городище располагается вне системы торгового пути городище действительно торговом пути не имеет никакого отношения она располагается на маленьком притоке маленькой речки снегка который является притоком крупные реки упа по прямой он располагается в полутора километрах от русла реки соответственно ни о каком непосредственном участием функционируем торгового пути особой речи идти не может предположение которое высказал александр вадимович григорьев на не к сожалению покойный ну и который в принципе мы с коллегами тоже поддерживаем это то что данное поселение данное городище является тем самым детищем того самого супрудского разгроба что именно туда сразу после гибели супрудского городища переместилась часть населения бежали уцелевшие и добравшись по берегу упы 35 километров по берегу прямо до удобного места основали там поселение уже собственными укреплениями для того чтобы обороняться от вероломного и жестокого врага который только что уничтожил их достаточно плохо укрепленное поселение но существует скажем так неподалеку поселение в чем-то похожее на снецкое городище это небезызвестное исследователем чертова городище которая тоже является поселением городищем с подлинно славянскими укреплениями она тоже находится вне системы торгового пути от реки жиздран находится на приличном отдалении и тоже представляла определенную догадку для исследователей как мой коллега олег леонидов прошкин который является главным исследователем этого поселения выдвигает настоящий момент версию что ну да это является неким культовым центром славянским на нашей территории и к функционированию торгового пути в общем-то и не должно было прикладывать своей руки ну это загадка но в целом таким образом ну можно объяснить но эта загадка она была скажем так главный до того момента как не были произведены на этом поселении раскопки как только раскоп был закончен возникла самая главная и необъяснимая казалось бы загадка укрепление наизнанку ну для того чтобы понять почему укрепление там на изнанку и почему это загадка и почему так она сильно отличается от всего классического и типичного давайте так пробежимся что такое классическое и типичное для славянских поселений славянских городе что время значит в общем чертах укрепление на славянских городищах этого периода представляет у себя две основных системы это однорядная система укрепления двухрядная система укрепления однорядная система укрепления представляет собой ряд деревянных срубов так называемых так называемых городни которые забутованы грунтом образовавшимся при рытье рва двухрядная система это очень похожая система только эти самые к этим самым городням с обратной стороны со стороны площадки городища пристраивалась желая либо хозяйственная клеть где собственно происходила жизнь хранились какие-то припасы и там можно было подниматься вот на основную площадку быстро и оперативно в археологическом отношении то есть того как эти укрепления перестали функционировать и превратились собственно в вал городища это выглядит следующим образом ну вот на примере крупного малышевского городища профиль вала малышевского городища 10 века сходно по периоду это в новородской области вот мы также это реконструкция юрия юрьевича мургунова одного из виднейших специалистов к сожалению тоже ныне покойный по древнерусской фортификации городня забутованная грунтом при разрушении образует вал из грунта которым она была забутована а клеть внутренняя клеть желая при пожаре большинстве своем такие поселения гибнут во время пожаров потому что они собственно как оборонительные сооружения предназначены при пожаре при сгорании образует слой угля насыщенный находками археологическим материалом из вещей которые собственно внутри этой клеть хранились ну или допустим более близкий пример как на городище хитице к валу со стороны городня со стороны площадки городища прилегала жилая постройка тоже вполне логично то есть мы видим развал городни и с внутренней стороны сгоревшую жилую постройку которая является либо городной либо просто чей-то индивидуальной жилой постройки это нормальная стандартная картина которую видит археолог при разрезе славянского вала а что мы видим здесь что мы увидели когда мы разрезали вал этого городища мы увидели что там все наоборот городня площадка там развал городни грунт который расползся собственно из забутовки городни материковой и с внешней стороны вот этой самой стены городни насыщенный археологическим материалом горелый слой то есть непосредственно то что должно было и быть только в зеркальном отражение это собственно повергло в такой в определенный ступор картина представлялась самая фантастическая городня оборонительная а со стороны напольный со стороны поля почему-то стоит городня стоит клеть желая зачем это было сделано совершенно непонятно ну и вот здесь кусочек рва мы до него к сожалению не докопали находки которые в этом слое были это классические типичные славянские сосуды груболепные роменские толстостенные сосуды их было достаточное количество один из них правда представляла себя о чем я говорил вот вот этот венчик это был венчик так называемого волынцевского или волонсоидного сосуда классическая волынство на встречается редко это так называемые волонсоиды они тоже груболепные но по форме близкие к сосудам волынцевским видимо традиция переселенцев она тоже утрачивалась по мере отдаления от митрополии кроме этого в этом слое горелом были обнаружены ряд индивидуальных находок был обнаружил костяной острогал аналогичный с такими же насечками есть на городище супруты костяной амулет вот с славянского псильни и уткина тоже верхние по очи были аналогичные совершенно обычный костяной кочедык такие тоже встречаются на славянских памятников сгородище тимофеевка и несколько металлических оплавку очень скромный набор очень скромный ну какие сразу напрашивались мысли да стояла какая-то конструкция перед оборонительным оборонительный городней на между рвом и оборонительной стеной она сгорела но как все мы в детстве жгли костры кто-то и в зрелом возрасте продолжающих жечь и все знаем что если какая-то деревянная конструкция ли навал дерево горит на земле она в итоге образует под непосредственно углем строим слой прокаленной почвы но никакого слоя прокаленного и почвы здесь под угольным слоем не было